Депутат Государственной Думы Сергей Коткин в прямом эфире подвел итоги работы 7-го созыва депутатского корпуса и ответил на вопросы журналистов и жителей округа. Среди наиболее острых вопросов, которые на протяжении нескольких лет интересуют многодетные семьи, земельные участки, а также недавно принятый закон об арктическом гектаре. Александра Литкова расскажет подробнее. Программа «Арктический гектар» начнет действовать с 1 августа текущего года. Согласно федеральному закону, желающие смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в короткие сроки, до 35 дней. На федеральном уровне был принят закон об арктическом гектаре, по аналогии с дальним источным гектаром. На ваш взгляд, как будет работать эта программа в суровых условиях Арктики? Вопрос, который возник сразу после принятия закона, не на шутку, а беспокоил тех, кто занимается традиционными видами деятельности в Ненецком округе. Закон такой принят. Сейчас мы ждем подзаконных нормативных актов. Вот это тот закон, который не прямого действия. Мы ждем подзаконных нормативных актов. Правительство должно разработать положение, каким образом будут предоставляться вот эти земли. Те волнения и беспокойства, которые вы выражаете с точки зрения земель сельхозназначения коренных мочительственных народов. Я задавал этот вопрос на профильном комитете. Мы получили заверение Арктического совета о том, что земли коренных народов, там, где они ведут традиционно хозяйственный, традиционный образ жизни, предоставляться для арктического гектара не будут. Сергей Коткин добавил, что арктический гектар будет выделяться на землях, близких к населенным пунктам. Еще один вопрос, который волнует многодетные семьи округа на протяжении нескольких лет, касается выделения земельных участков и компенсации в случае отказа от земли. Этот вопрос, который был задан одной из жительниц Нарьенмара, носит региональный характер. Тем не менее, Сергей Коткин не оставил его без внимания. Сейчас, я думаю, что надо выходить на окружное собрание депутатов, что вы мне сказали. Я встречусь с председателем окружного собрания, с губернатором, буду разговаривать с тем, чтобы посмотреть. Сейчас нефть у нас подросла уже за 70 долларов за баррель. Посмотреть, каково состояние бюджета. Если бы снимали деньги в тот период, когда их не было, не хватало, то сейчас, когда немножко мы так вздохнули, передохнули, то можно было бы их увеличивать на самом деле уже. Но надо посмотреть бюджет, то, о чем я говорю, это уже их прерогатива не моя. А вот то, что я сказал, я не могу вмешиваться в бюджет. Моя бы воля, я сейчас бы всем дал, детям. Что касается размера компенсации, в Нарьенмаре она составляет 1 миллион рублей. В поселке Искателей 600 тысяч, а в селах 450 тысяч рублей. В связи с дефицитом окружного бюджета выплаты были временно прекращены с 2020 года. Полностью пресс-конференцию депутата Госдумы 7-го созыва, который завершил свою работу на прошлой неделе, покажем в эфире телеканала «Север» 28 июня. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север».